Вы знали, что тигры вовсе не долгожители? В дикой природе они живут всего 8-10 лет, а в неволе чуть больше 15. Главный герой этого выпуска переплюнул всех своих собратьев и стал полноправным долгожителем в мире животных. Давайте взглянем на него. В этом выпуске я покажу вам самого старого тигра в мире и расскажу о нем пару интересных фактов. Самый старый тигр Вот и главный герой выпуска, а точнее героиня. Это бенгальская тигрица, живущая в американском заповеднике Тайгер Крик в Тайлере, штат Техас. В прошлом году она установила рекорд, став самым старым тигром, живущим на данный момент. Сейчас ей 26 лет, однако уже в конце августа этого года тигрица стукнет 27. Тигрица, которую местные сотрудники называют Бенгали, попала в заповедник в 2000 году в возрасте 5 лет. Поначалу дикая кошка вела себя застенчиво и пряталась от посетителей, но со временем она привыкла к новому дому и стала спокойно ходить на виду у гостей. Кстати, у нее никогда не было тигрят. В течение дня Бенгали кормят несколько раз. Ее любимое лакомство – мороженое. Такое в дикой природе точно не найти. Также в течение дня Бенгали несколько раз умывается и часто спит в тенистых местах. Так как потомства у нее нет, а добывать еду не приходится, пожилая тигрица может тратить все свободное время только на отдых, чем она и занимается. Такими темпами она вполне может дожить их до 30. 26 лет для бенгальского тигра – это очень солидный результат, но по сравнению со многими другими животными, Бенгали и близко не долгожительница. Предлагаю не ограничиваться этой тигрицей и взглянуть на настоящих стариков из мира животных. Смотрите дальше, чтобы увидеть самого старого слона, узнать про акул, которые могут жить 500 лет, а также увидеть существ, которые вообще не стареют. Саванные слоны – самые крупные наземные животные планеты. Они достигают 7,5 метров в длину, вырастают почти до 4 метров и могут набрать вес до 12 тонн. При этом слоны не только крупнейшие, но и одни из самых долгоживущих существ в мире. Саванные слоны доживают до 70 лет, а в неволе могут прожить до 80. Азиатские слоны хоть и уступают своим африканским сородичам в плане размеров, но в плане возраста они примерно равны. Хотя нет, азиатские слоны живут даже еще больше. Это подтверждает самка азиатского слона по кличке Дакшаяни, которую признали старейшим слоном планеты. К сожалению, в 2019 году она скончалась, зато успела установить невероятный рекорд, прожив целых 88 лет. В плане наземных млекопитающих, пожалуй, лишь человек может составить конкуренцию слонам. Немало людей доживают до 90 лет, да и тех, кому за 100, тоже не так уж и мало. Но все-таки, по сравнению с настоящими рекордсменами, ни мы, ни слоны конкурировать не можем. Взять, например, гренландского кита. Из названия ясно, что обитают они в районе Гренландии, хотя встречаются и во многих других районах северного полушария. Средняя продолжительность жизни этих китов в природе не такая большая – около 40 лет. Зато среди гренландских китов есть много долгожителей, которые перешагнули порог в 200 лет. Исследовав геном гренландского кита, ученые выяснили, что у кита есть особая мутация в гене, которая отвечает за восстановление поврежденных участков ДНК, что и позволяет им жить так долго. Кстати, ученые считают, что 200 лет – не предел, и гренландский кит может прожить почти до 300 лет. Гренландская полярная акула Эта соседка гренландского кита является главной претенденткой на звание самого крутого долгожителя среди крупных животных. Обитают эти акулы на севере Атлантического океана и, кажется, могут изучить каждый закоулок своего ареала. Времени на это у них полно, ведь гренландские полярные акулы лишь в среднем живут 272 года. Это делает их долгожителями-рекордсменами среди позвоночных. Но это далеко не предел. В 2019 году ученые нашли в Гренландии акулу, которой на тот момент было 514 лет. Предположительно, она родилась в 1505 году, длина особи составила 5,4 метра, и именно по длине ученые вычислили ее возраст, ведь гренландские акулы растут примерно на сантиметр в год до конца жизни. Просто представьте, эта акула родилась, когда Колумб только-только открыл Америку, а в России еще даже не родился Иван Грозный. Это мощно. Черепахи Наверное, вы слышали, что большие сухопутные черепахи живут долго. Но знаете ли вы, насколько долго они могут прожить на самом деле? Например, известные на весь мир галапагосские черепахи живут в дикой природе около 100 лет. В неволе же они могут доживать до 175 лет при должном уходе и заботе. Неплохо, но есть кое-кто еще более крутой. Это вид гигантской черепахи, обитающей на острове Альтбара в Индийском океане. А точнее, конкретный представитель вида – черепаха Джонатан. В это сложно поверить, но Джонатану уже 190 лет. Он родился в 1832 году и, кажется, совсем не собирается умирать. Джонатана признают самой старой черепахой всех времен. Рекордсмен живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане, где за ним присматривает само правительство острова. Джонатан живет так долго, что застал появление первой фотографии, телефона, лампочки, возведение Эйфелевой башни, создание самолета, высадку человека на Луну, несколько масштабных войн, появление интернета и многое другое. Уверен, Джонатан еще будет жив, когда мы отправим первую экспедицию на Марс. Карпы Кои Слышали когда-нибудь о карпах Кои? Если нет, то это такие декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида Сазана. Карпом Кои считается рыба, прошедшая шесть селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная категория. Эти рыбки выполняют чисто декоративную функцию. Встречаются в искусственных водоемах и декоративных прудах, где просто плавают и радуют глаз. А крас у них красивый, так что любоваться этими карпами можно долго. Самое главное, что нескольких карпов может хватить буквально на всю жизнь, ведь некоторые виды Кои живут более 150 лет. А самка японского карпа Кои по кличке Ханака прожила 226 или 227 лет, что является рекордом среди всех Кои. 227 лет для водного обитателя – это мощный результат, но у меня есть для вас кое-что покруче – океанический Венус. Процентов 95 из вас впервые слышат о таком создании, но поверьте, оно очень необычное. Вообще, это вид двухстворчатых моллюсков, которые обитают в водах Северного Ледовитого и Атлантического океана. Отсюда официальное название вида – Арктика Исландика. В целом, моллюск не особо примечателен, разве что это одно из самых долгоживущих созданий за всю историю. Например, в 2006 году на северное побережье Исландии выбросило моллюска, которого позже назвали Мин. Почему именно так? Дело в том, что моллюск появился на свет во времена правления китайской династии Мин, а произошло это около 1499 года. То есть, он прожил 507 лет и родился даже раньше той самой гренландской полярной акулы-рекордсменки. Не исключено, что Мин прожил бы еще больше, если бы не злосчастная волна, которая выплюнула его из моря. Гигантская бочковая губка Полтысячи лет – это невероятно много, но даже это еще не предел. Гигантская бочковая губка Ксистоспонжия мута это подтверждает. Ученые считают, что это создание способно прожить 2300 лет. Они находили в океане губок, которые действительно появились на свет еще до нашей эры. Тело этой крупной губки состоит из двух слоев покровных клеток и находящегося между ними желеобразного мезохила, фильтрующего воду в поисках чего-нибудь питательного. Благодаря тому, что у губки нет вредителей или врагов, она просто существует, фотографируется с дайверами и бьет все рекорды продолжительности жизни. А вообще, так делает не только она. Губки – в целом невероятные долгожители. Например, глубоководные стеклянные губки Монорафис Чуни еще более стойкие, чем гигантская бочковая губка. Проведенное в 2017 году исследование состава океана показало, что спикулам Монофарис Чуни было от 5 до 18 тысяч лет. Ученые считают, что в мире даже есть губки, возраст которых может составлять несколько сотен миллионов лет. Правда, пока это только гипотеза. Чтобы прожить тысячи, а то и миллионы лет, никаких функций организма не хватит. Выход один – не стареть. Удивительно, но в мире есть несколько животных, которые действительно не стареют. Одно из них – известный американский омар. Именно этих членистоногих подают в роскошных ресторанах. Большинство посетителей и знать не знают, что им приносят не просто рака на тарелке, а уникальную особь. Ученые исследовали этих омаров и установили, что они вообще не стареют. Они не теряют аппетит и способности к размножению, постоянно активны и полны энергии. Все благодаря теломерам, которые расположены на концах хромосом и защищают их, а значит и весь организм от изнашивания. Благодаря этому американский омар может прожить долго, однако долгожителей среди них особо нет. На них очень часто охотятся хищники и их регулярно вылавливают. Ежегодно из океана достают 100 тысяч тонн омаров. Гидра Гидра еще более крутая, чем американский омар. Ее вполне можно назвать биологически бессмертной. Ученые считают, что омары все же подвержены некоторым болезням, в то время как клетки гидры практически непробиваемые. Гидры никогда не умирают от старости. В основном их съедают хищники, но в особо редких случаях гидры все же могут заболеть и тоже умереть. Но есть на свете создание, которое может заткнуть за пояс и гидру, и омара, и вообще всех существ в мире. Это медуза Туритопсис дохрния. Так она известна в научных кругах, но все называют ее бессмертной медузой. Все потому, что она действительно бессмертна и ни капельки не стареет. Все дело в необычных процессах. Бессмертие медузы проявляется в двух чередующихся стадиях. Первая – это полип, размножающийся бесполым путем, а вторая – это сама медуза, размножающаяся половым путем. Когда медуза попадает в неблагоприятные условия или неважно себя чувствует, она опускается на дно, у нее изменяются клетки, и она превращается в полип. Полип переносит неблагоприятные условия намного лучше, поэтому в этой стадии медузе ничего, кроме хищников, не грозит. Как только опасности минуют, от полипа начинают отпочковываться новые медузы, которые вновь начинают бороздить просторы океана. В дальнейшем уже они в случае опасности осядут на дно и станут полипами, из которых потом вновь появятся медузы. Так может продолжаться либо до тех пор, пока медузу не слопает хищник, либо бесконечно. Именно поэтому эта медуза по-настоящему бессмертная. На этом все. Напишите в комментариях, хотели бы вы стать бессмертными, как эта крутая медуза. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok